В конце 1935 года СССР командировал в США группу специалистов главмашпрома для изучения производства и эксплуатации компрессоров и холодильного оборудования. Россияне, что вы там про холодильники хотите сказать? Не слышу. А вы не знали, что в США есть ли учиться? Вы серьезно удивлены, да? Что-то меня это не удивляет. В состав этой группы входил Владимир Павлович Бармин, будущий создатель стартовых комплексов для ракет. В это время он возглавлял компрессорную группу конструкторского бюро Московского, ну как всегда Москва, вот во всей России только Москва, завод компрессоров. Помимо общей задачи, слушайте внимательно, сейчас будет так и так смешно, Владимир Павлович получил два личных поручения. От наркома тяжелой промышленности, Серго Ардженикидзе. Одно из них касалось изучения производства домашних холодильников, которые за рубежом начали широко применяться в быту. Какой кошмар, представьте, за рубежом уже есть холодильники, а у нас они еще не начались. А второе поручение Бармин должен был разобраться в весьма щекотливом вопросе. Как американцы делают прозрачный лед? Оказывается, лед может быть непрозрачным. Охуеть. Век живи, век учись. У нас при его искусственном производстве в то время, да и много лет спустя, получался только мутный. В мае 1936 года делегация возвратилась в Москву. И по результатам командировки Бармин представил общий отчет. В нем были подробно изложены состояния производства холодильного оборудования в США, преимущества и недостатки изготовленных компрессоров на различных заводах, а также даны рекомендации, какую продукцию целесообразно приобрести. В нем же было предложено развивать отечественное компрессорное и холодильное машиностроение. Во многом, благодаря той информации, которую Бармин привез из Америки, холодильники вошли в наш быт. Под его началом разрабатываются первые отечественные судовые фреоновые холодильные машины 1FV, 2FV, 4FV, а также создается первый отечественный экспериментальный прямодействующий дизель компрессор. Я уже не удивляюсь, россияне. Мое удивление было такое большое, когда я узнала, что, оказывается, то пломбирное мороженое за 20 копеек, которое я покупала с мамой, в ларке, да, длина ларков тогда еще не было, в гастономии, оказывается, оно тоже было американским. Мороженое американским, холодильник американским, мне кажется, если бы Америки не было, нас бы тоже не было.